дорогие мои рукодельницы приветствую вас на своем рукодельном канале творческом блоге и сегодня мы с вами продолжаем вязание нашего замечательного комплекта у нас с вами уже связана шапочка бенни очень красивая и сейчас мы к ней вяжем снуд значит как будем вязать он будет такой тоже достаточно интересный я уже провязала полотно потому что здесь ничего у нас сложного нет все уже ранее было объяснено как вяжется как что делается значит сейчас подробнее просто расскажу о том что нужно сделать какое количество петель их набрать какой пряжей какими спицами и все остальное и так значит вяжем и вот такой пряжи это у меня тут но остаточки до от шапочки как раз вяжем вот такой пряжей значит это у нас пряжи с вами премиум astra панда 75 процентов 625 бамбук значит у нас на 100 грамм приходится 240 метров так что еще крючком и спицами номер три четыре рекомендовано но я так как предпочитаю вязать тоненькими спицами да я больше предпочитаю номер два и ниточки здесь достаточно тонкие поэтому я использую в своем вязании да когда вяжу изделия я использую спицы номер два вот они у меня вот такие спицы номер два металлические с металлической леской значит вот я их тоже покупала специально для вязания этого комплекта спицы значит хобби про круговые металлические ну значит вот как то так вот они да вот такая картинка вот металлический металл мне очень нравится я люблю вот металлические спицы потому что ну вообще люблю вот такие круговые спицы мне нравится леска мне нравится как тут вот этот хороший мягкий плавный переход то То есть, ну, в общем, нигде ничего не цепляет, все очень удобно, мне они очень нравятся. Итак, значит, переступаем к нашему снуду непосредственно. Значит, расчет петель у меня сделан только на эту пряжу. То есть, на другую пряжу по толщине другой ниточки это нужно будет уже, скорее всего, перерассчитывать, исходя из размеров. И, опять же, еще нюанс, не только исходя из размеров, но еще и исходя из того, как будет тянуться, то есть, насколько у вас тянущее будет полотно. Потому что мы понимаем, что это у нас будет, вот смотрите, значит, как это у нас будет. Это будет вот так вот вокруг шейки, да, вот оно будет, да, вот таким образом оно будет вокруг шейки. И, соответственно, если оно у нас будет вот так вокруг шейки, значит, мы должны понимать, что у нас оно будет, будем надевать это через голову. Значит, мы должны понимать, что у нас должно быть, да, вот оно должно растягиваться и проходить через голову. Итак, значит набираем на полотно, чтобы провязать его, нам необходимо набрать с вами 38 петелек. То есть вот здесь мы набираем 38 петелек и начинаем с вами нашей той же самой вязочкой. Два ряда идет лицевыми петельками, два ряда идет изнаночными петельками. Самое главное здесь не перепутать и не провязать нигде скрещенными петельками. То есть вот это самое основное, что нужно для этого вязания, чтобы у нас нигде не было скрещенных петель, потому что иначе вязание будет выглядеть, конечно же, совершенно иначе. Итак, нам с вами необходимо провязать 41 сантиметр. Исходя из вот моей плотности вязания, из всего, да, то есть исходя из того, что я вяжу этой пряжей, этими спицами, у меня 41 сантиметр. Значит, получается, вот я провязала вот это полотно, у меня здесь 164 ряда. В описании все это будет. То есть я все полностью укажу по количеству петелек, по количеству рядов, все это будет расписано. Так, теперь, после того, как мы провязали вот это наше полотно, что мы делаем дальше? Нам необходимо опять по кромочному ряду, вот здесь, набрать петельки. Но набирать будем не от начала до конца, а отступим с этого края 12 кромочных петелек и с этого края 12 кромочных петелек. То есть, вот видите, да, приблизительно это расстояние, так, сейчас мы замеряем это расстояние, чтобы нам с вами ориентироваться. Это получается где-то, ну, 5-6 сантиметров. То есть, где-то 6 сантиметров мы с вами отступаем. Это у нас будет сзади, да, то есть это будет сзади наше. Вот, получается, вот сейчас отступаем. Сейчас я ниточку привяжу, все, отступим и будем набирать петельки. Значит, отступаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девенадцать, двенадцать. То есть, я сейчас должна буду вязать вот в этом месте. Вот, значит, что делаем? Ниточку, понятно, что нам нужно привязать сюда как-то ниточку. Она потом нам пригодится, возможно. Хотя, она вряд ли в этом месте. Итак, вот мы с вами привязали ниточку и начинаем вязать. Значит, теперь самое главное, когда набираем петельки. Набираем, значит, из первой петельки кромочной я набираю две петельки. Дальше четыре кромочные просто провязываю лицевыми. И далее в каждой пятой я набираю по две петельки. То есть, вот сейчас я набираю две петельки. Вот здесь я набрала две петельки. Дальше я набираю по одной петельке. Теперь вот у нас опять пятая, да? В пятой я опять набираю две петельки. Петельки набираю лицевыми. И вот так до конца, до меточки, вот до этой я набираю. В каждой пятой я набираю по две петельки. Итак, вот я набрала нужное количество петелек. У меня получилось здесь 70 петелек. То есть, получается, мы вяжем с вами вот эти 70 петелек. Мы вяжем с вами платочной вязочкой. Таким образом, у меня получается и лицевой, и изнаночные ряды я буду провязывать лицевыми петельками. И еще, самое главное, для того, чтобы у нас с вами вот это вот все... Так, сейчас ниточки уберу, чтобы они не мешали. Для того, чтобы у нас с вами все вот это красиво легло, красиво смотрелось, вот здесь вот это место у нас с вами вот тут мы будем вот так вот убавлять наискосок. То есть, вот такой интересный снудик будет спереди у нас, да? С расчетом, что если вдруг ворот какой-то открытый, у нас здесь вот пойдет вот такой уголочек. А сзади будет обычный снуд. То есть, вот так вот он пойдет, а здесь будет маленький уголочек. Вот так мы сейчас с вами свяжем. То есть, не забывайте, значит, сейчас, чтобы провязать вот так вот, вот так вот наискосочек, в каждом, в каждом лицевом ряду мы будем убавлять по одной петельке с одной стороны и по одной петельке с другой стороны. Так, вот таким образом мы с вами провязали, вот у нас будет снудик, такая косыночка, манишка можно назвать, да, один из видов манишки. Значит, вот такая красота получается. Что мы для этого сделали? Значит, вот это у нас горизонтальное обычное полотно, я уже рассказывала, не буду сейчас еще раз рассказывать. Так, потом, когда провязали, по кромочному ряду набрали вот здесь 70 петелек, да, и эти 70 петелек провязывали только лицевыми петлями и с лицевой стороны, и с изнаночной. То есть, и изнаночный лицевой ряд у нас был лицевыми петлями, то есть, вяжем платочной вязочкой. Значит, я провязала здесь 68 рядов, у меня здесь связано 68 рядов. И в каждом ряду, справа и слева, в каждом лицевом ряду, справа и слева, я убавляла по одной петельке. Я делала с наклоном, с правой стороны с наклоном вправо, с левой стороны с наклоном влево. Таким образом, я убавила все петельки, все 70, и вот здесь я закончила. Все, нам осталось только сшить вот здесь, по боковому, вот по этому шву, да, вот так вот мы сейчас возьмем и сошьем. Вот, остался сделать только вот этот шовчик и убрать вот этот кончик, и будет очень красиво. все вяжем убираем значит как я это делаю опять же я использую для этого иголочку очень удобно этими иголочками сшивать изделия ушка у них достаточно большое поэтому максимально удобно вот таким образом прошиваем сейчас вот так вот до конца что здесь получилось вот у нас получился такой замечательный такая замечательная манишка не как в детском садике да очень очень прям красиво можно как для детишек вязать так и для взрослых вот здесь так вот на уголочек поэтому получается вот видите да получается очень красиво все рассчитано петельки все будут рассчитаны все сделано описание будет выложено значит вот так одевается вот одели манишку и шапочку сейчас оденем еще раз шапочку одели вот такая красотища у нас получается да вот прямо вот вообще бомба присоединяйтесь вяжите комментируйте подписывайтесь всем рада всех очень люблю